Зачастую горожане не задумываются о системе формирования тарифов управляющей компании своего дома, о качестве предоставляемых услуг. Они просто платят, иногда возмущаясь от недобросовестной работы коммунальщиков. Не зная, что любую управляющую компанию можно сменить, продолжит Светлана Балеева. Любовь Сандонова, инвалид на пенсии, ежегодно с началом отопительного сезона сталкивается с одной и той же проблемой. Тепло начинает поступать во весь многоквартирный дом, а она и еще жильцы нескольких квартир мучаются от холода. Уведомив свою управляющую компанию в сложившейся ситуации, Людмила надеялась на решение этой проблемы в короткие сроки. Но не тут-то было. Несколько дней к Людмиле приезжали специалисты, осматривали систему отопления и в итоге, не устранив причину, предложили женщине-инвалиду сливать воду. Я вот ночью стою, сливаю, пять часов стою, включаю эти короны и сижу, и ведро беру, отсюда сливаю, и там сливаю, и там сливаю, с ведро бегаю. Надо сказать, что на улице уже минусовая температура, а у Людмилы в квартире плюс 10 градусов. Батареи даже после двухчасового спуска воды теплее не стали. И так порядка двух недель женщина сливала воду, днем и ночью, но в итоге согревалась с помощью обогревателя. Практически такая же ситуация сложилась с жильцами дома по улице Победы, 15. И опять виновник та же управляющая компания. Как нам рассказала жилец дома Анна Полгова, управляющая компания при завышенных тарифах не выполняла свои обязанности. Мы были не согласны с тарифами управляющей организации и обслуживания, которое осуществляла управляющая организация предыдущая. Она как бы выполняла его некачественно. Поэтому мы провели собрание и решили сменить управляющую организацию. Сменив управляющую организацию, жильцы остались довольны. Услуги стали оказываться более качественно и тарифы были снижены. Как же поменять управляющую компанию своего дома, если услуги или тарифы вас не устраивают? Для этого нужно инициировать собрание. Инициировать собрание может только собственник, у которого есть директор регистрации права собственности. Он обязан за 10 дней уведомить всех собственников о проведении собрания, то есть сформировать повестку дня под протокол, повешать ее в местах общего пользования. При возможности раздать уведомления всем собственникам данного дома, если есть в этом доме муниципальное имущество, уведомить администрацию. На собрание необходимо выбрать председателя и секретаря компании и набрать большинство голосов в пользу решения о смене управляющей компании. Принятое решение нужно указать в протоколе собрания и уведомить о нем всех жителей и прежнюю управляющую компанию. Желательно еще до собрания заранее выбрать альтернативную управляющую компанию, которая, по вашему мнению, сможет добросовестно обслуживать дом. В этом случае собственники могут рассчитывать на правовую поддержку у юристов компании по вопросам перехода дома на баланс новой управляющей компании. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК СХ, Ленск.